Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. За прошедшие сутки в Гомельской области ликвидированы два лесных пожара и один торфяной. Они зафиксированы в Брагинском и Ельском районах. Кроме этого, в Гомеле сгорел автомобиль по улице Оранжерейной. В результате уничтожено легковой киа-сейфе 1993 года выпуска. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования. В Мозере столкнулись два автомобиля. Один из водителей госпитализирован. 29-летний водитель автомобиля «Дож» осуществлял разворот из крайней правой полосы. Он не предоставил преимущества движений и столкнулся с автомобилем «Шкода» под управлением 37-летнего водителя, который двигался в попутном направлении в крайней левой полосе. В результате аварии водитель «Дож» госпитализирован. В Лельческом районе мужчина отправился в лес собирать ягоды и заблудился. Ему понадобилась помощь. Спасатели выехали на поиски мужчины в район деревни Ударное. На месте выяснилось, что с утра любитель тихой охоты ушел в лес за ягодами, к вечеру не вернулся. К поиску и операции подключились сотрудники милиции. В 23.30 спасатели обнаружили потерявшегося. В медицинской помощи он не нуждался. Отдел внутренних дел администрации Центрального района Гомеля устанавливает личность мужчины. Жительница Гомеля подала заявление о том, что неизвестный 25 сентября заснял ее переодевание, находясь в примерочной одного из магазинов в торговом центре «Секрет». В связи с этим устанавливается личность мужчины на этом фото. Если вы узнали этого человека или владеете какой-либо информацией, просим сообщить по телефону, указанному на экране. «За безопасность вместе» акция под таким названием стартовала в Беларуси. До 1 ноября наблюдательные комиссии посетят с проверкой социально незащищенные категории граждан. Они будут оценивать состояние пожарной, электрической и газовой безопасности, а также санитарные условия. До населения доведут информацию о возможности государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности. В период проведения акции каждый гражданин может обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния своего жилья. На сегодня все. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.